МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сто рублей в час за задержку рейса. С 1 апреля в воздушный кодекс были внесены изменения. Подробности в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они собираются не только на соревнования. Администрация Махачкала и Минспорта Дагестана организовали для спортивного сообщества Республики Ифтар. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Задержанные в Дагестане бандиты намеревались взорвать набережную в Каспийске. Об этом сообщает ФСБ России. Террористическая ячейка в составе четырех иностранных граждан была выявлена в ходе КТО в минувшее воскресенье. Оперативники обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Пострадавших среди гражданского населения, а также потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Где бомба? В моей квартире. Что собирались взорвать? Набережная Каспийске. Сразу после совершения теракта мужчины намеревались выехать за пределы России. Один из задержанных признался, что возил оружие из Махачкалы стрелкам, нападавшим на Акрокус. Также установлено, что задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами исполнителя террористического акта, совершенного 22 марта 2024 года в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве. В Дагестане, как и по всей России, начался весенний призыв на срочную службу. Длится он 3,5 месяца и завершится 15 июля. Согласно опубликованному указу президента Владимира Путина, войска пополнят 150 тысяч призывников. Это на 3 тысячи новобранцев больше, чем за прошлый год. По новым правилам, вступившим в силу в текущем году призыву на срочную службу, будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет, исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года. Отправки призывников со сборных пунктов начнутся с 15 апреля. Срок службы не меняется и составит один год. Военнослужащие срочники, срок службы которых истекает этой весной, будут своевременно уволены. Отметим, что не будут признаны годными граждане, имеющие проблемы со здоровьем, а отсрочку от службы в армии могут получить студенты, отцы двух и более несовершеннолетних детей, состоящие в браке, отцы-одиночки, состоящие в официальном браке с женщиной, находящейся не менее чем на 26-й неделе беременности, ухаживающие за немощными родственниками и опекуны престарелых родителей. 100 рублей в час за задержку рейса. С 1 апреля в воздушный кодекс были внесены изменения. Теперь авиакомпании будут выплачивать пассажирам штраф за задержку рейса. Чтобы получить компенсацию, авиапассажир должен направить претензию в письменном виде на имя компании. Если будет установлено, что задержка рейса произошла по вине перевозчика, у пассажира запросят реквизиты банковской карты, и ему осуществят возврат денежных средств. При этом задержки рейсов по погодным условиям, а также связанные с безопасностью полетов, не подлежат выплате штрафу. Отметим, что ранее за просрочку доставки пассажира или багажа авиакомпания должна была заплатить штраф в размере 25% от установленного МРОЗ за каждый час просрочки, но не более половины от стоимости перевозки. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди посетил шатер Рамадана во дворе Джума-Мечети. Этот ифтар и последующий утренний сухур обеспечил для постящихся председателя Народного собрания республики. Заур Аскендеров традиционно взял на себя все организационные расходы по одному из дней священного месяца. Самое главное – это месяц объединения, единения людей. Месяц, когда люди совместно держат пост, совместно разговариваются, совместно делают добрые дела, совместно совершают молитвы. Я хочу поблагодарить нашего уважаемого шейха Ахмад Хаджи, которые очень много делают для объединения людей. На мероприятии также присутствовали религиозные, государственные и общественные деятели. Далее краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест». Не переключайтесь. Пятеро жителей села Береке Дербенского района ночью 28 марта ворвались в дом своего одна сельчанина в камуфляже, масках и с оружием в руках. У молодых людей сложились неприязненные отношения с сельчанином, который долгое время проживал за пределами республики. Узнав о его возвращении, они решили напугать неприятеля таким внезапным вторжением. Неожиданно для них в доме мужчины находились его жена и дети, которые стали кричать от испуга. Злоумышленники сбежали, но в скором времени их задержала полиция. Теперь в отношении них проводятся следственные мероприятия. Махачкалинцы, которые обвиняются в убийстве девушки, кормившей бездомных животных, отправили под домашний арест на 10 суток, то есть до 6 апреля. Такую меру пресечения 18-летнему местному жителю избрал Советский районный суд города. Напомним, что конфликт между ним и его 26-летней соседкой произошел вечером 1 января на лестничной площадке многоквартирного дома по улице Абдулхакима Исмаилова. Молодой человек ударил девушку кулаком по голове. Она потеряла сознание и до приезда врачей скорой помощи скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Пенсионер погиб во время ДТП в Дербенском районе. Авария с его участием произошла при повороте в сторону села Берекей. Мужчина не уступил дорогу водителю, который двигался по встречному направлению и столкнулся с ним. Он получил тяжкие травмы и скончался в больнице. Отметим, что всего за минувшую неделю на дорогах Дагестана зафиксировано 24 ДТП, жертвами которых стали 4 жителя республики. Еще 31 человек получил травмы различной степени тяжести. Роспотребнадзор Дагестана открыл горячую линию по вопросам организации питания в школах республики. Она запущена с сегодняшнего дня и будет работать до 12 апреля с 9 до 16 часов. Задать вопросы и получить консультацию, а также оставить жалобу может любой желающий по телефону 690396 и 516538. Код города Махачкалы – 88722. И о спорте. Теннис на колясках. Сильнейшие спортсмены страны с поражением опорно-двигательного аппарата съехались в минувшие выходные в Дагестан. Здесь в Махачкале впервые прошел всероссийский турнир на призы Муфтия Республики Шейха Ахмада Афанди. Кто вышел победителем, узнаем в сюжете наших корреспондентов. Высокая конкуренция. Преимущество от одного игрока переходит к другому. Всероссийский турнир собрал в спорткомплексе при стадионе «Труд» 27 участников из 12 регионов. Состав подобрался качественный. Есть чемпионы мира. Дагестан представляют 7 мира спортсменов во главе с Расулом Назировым. На Паралимпиаде в Токио он был в шаге от пьедестала. Сейчас нацелен на медаль в Париже. В мае будет бороться за путевку. Он провел 6 встреч. Мы играли по кругу. Самым было тяжело с Самарской области. Он до травмы тоже играл очень профессионально на стольном теннице. Поэтому он все чувствует. Большой опыт. Поэтому с ним чуть сложнее было. А потом в финале с Падомом Сергеем он тоже чемпион мира. Участник паралимпийских игр. Очень опытный соперник. Но скажу, за выход в финал больше чуть пришлось попотеть. Сейчас один час у нас есть. Это в Таиланде. Это отборочный турнир на паралимпийские игры. Если допустят, это будет шикарно. Турнир среди инвалидов-колясочников на призему в Теодагестан проводится впервые. Инициативу столичного спорта управления поддержало Министерство спорта. Участники состязались в пяти классах среди мужчин и женщин в одиночных, парных и микс разрядах. Больше статуса для него придает то, что он проходит в честь нашего уважаемого муфтия Ахмад Аджи. Поэтому, конечно, он для нас интересен, важен. Идея его проведения именно среди людей с ограниченными возможностями, я считаю, было правильным. И тот приезд именитых спортсменов, приезд гостей сегодня к нам в республику на этот турнир говорит о своем. Я думаю, в этом турнире будет продолжение. И мы его в дальнейшем будем развивать и каждый год стараться проводить, сделать его ежегодным, внести его в календарный план. И мы надеемся, что он у нас в последующих занят международным. Свой высокий уровень в Махачкале подтвердил Владимир Топорков из Свердловской области. Многократный чемпион России участвовал в Паралимпиаде в Токио, ездил на крупные международные турниры. Говорит, у этих соревнований есть большое будущее. Я первый раз в Дагестане и это первый турнир, который проводит Дагестан. Я очень рад, что меня сюда пригласили. Тут очень много мастеров и мастера спорта международного класса. То есть мы, как сказать, спасибо вам, спасибо организаторам, спасибо спонсорам, которые смогли открыть этот турнир, провести его. А мы, в свою очередь, будем приезжать домой, рассказывать. И я думаю, на следующий год гораздо больше будет участников. И вы еще увидите сильные баталии, когда люди будут биться, кричать за каждое очко. Победители соревнований в своих классах получили денежные премии и другие призы из рук мэра Махачкалы Юсупа Умавова. Турнир с высоким уровнем организации стал для всех игроков-колясочников генеральной репетицией перед чемпионатом России. Главный внутренний старт сезона пройдет в конце апреля в Тульской области. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. А следом участников всероссийского турнира по настольному теннису пригласили на торжественный коллективный ифтар. Он был организован для республиканского спортивного сообщества, администрации Махачкалы и Минспорта Дагестана. Подробнее в сюжете Хамзанру Магомедова. Атмосфера братства и позитива. Здесь и товарищи по команде, и друзья, и старые знакомые. Большинство спортсменов в основном видятся только на турнирах и сборах. На ифтаре они могли пообщаться на разные темы и просто хорошо провести время. Приятно было видеть тех людей, с которыми ты раньше тренировался, юно свое вместе проводил. Сейчас это уже люди, которые реализовали себя в совершенно других областях, направлениях. И это сплачивает, нужно это делать в нашем Дагестане. Спортсмен, человек, он в первую очередь должен быть духовно-нравственно поставленный. В этом направлении очень большую работу проводят и представители духовного управления, и представители отдела просвещения. Еженедельно, ежедневно проводят работу с беседой. И именно такое массовое мероприятие, оно, наверное, более сплачивающее отношение. Коллективное разговение в Рамадан для спортивного сообщества проходит ежегодно. Организатором мероприятия традиционно выступает администрация города Махачкалы, Министерство спорта Дагестана и Муфтиат Республики. Хочу поприветствовать в этот день всех наших спортсменов, которые пришли, объединились в этом зале, в котором собрались на ифтар, чтобы совместно провести разговение, для того, чтобы почувствовать и дружбу, и дружескую руку, плечо. Здесь находится та спортивная молодежь, которая прославляет нашу республику, нашу страну на весь мир. Поэтому, я думаю, Сунджа Бекович сегодня делает все возможное для того, чтобы были все условия созданы. И мы, естественно, совместе будем это делать для этих ребят, достижения высоких целей. На этом теплом мероприятии за одним столом сидели разные люди, разные конфессии, разные национальности, разного статуса. Их всех объединяет ифтар, прекрасное, вот это теплое мероприятие. Этим самым сказано, на самом деле, какое достоинство и статус носит за собой вот такого рода мероприятие. На ифтар в этот вечер также были приглашены участники Всероссийского турнира по настольному теннису среди колясочников на призему в Тедагестана шейха Ахмада Афандия. Среди них титулованные тренера и спортсмены с разных регионов страны. Ну, я частенько приезжал сюда. И мне всегда нравилось здесь такое, как сказать, своеобразное место. Оно отличается от других регионов России. Вот. Ну, другое. Все другое. И поэтому вот такие турниры для спортсменов просто спасение. Тем более здесь турнир хорошо организован. Оборудование хорошее, зал шикарный. Ну, вообще все хорошо было. И организация хорошая очень. Вот. И приехали практически сильнейшие спортсмены. Вот. Ну, вот таких турниров надо побольше. Ой, атмосфера очень добрая, очень гостеприимная. Я не первый раз сюда приезжаю. И каждый раз вы меня удивляете просто. Это все что-то новое. В общем, я очень довольна. Спасибо большое организаторам, всем людям, которые нам помогают. В общем, никаких проблем у нас не было еще. Все рядом. Нам очень важна сейчас практика игровая. И этот турнир, во-первых, он как бы первый раз проводится, да. И, соответственно, как бы кавказское гостеприимство всегда радовало, да. И я вот с удовольствием там полетел, да, не задумываясь. Вот. И нам нужна вот эта игровая практика, которая сейчас на вес золота. И, соответственно, любой турнир, как бы, он имеет, ну, большое значение. И, соответственно, ну, это супер просто, что республики там какие-то отдельно начали все больше делать таких турниров. Если будут продолжаться турниры, если они будут традиционными, я буду также, наверное, в любом случае, даже за свой счет, как и сейчас, ездить. Потому что, ну, как бы, мне здесь нравится. Хамз Нур Магомедов, Магомед Магомедов, Даут Асанов, телеканал ННТ, Махачкала. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. У меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова